Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском, главное за 7 минут. В студии Ника Николаева и начнем с основных тем выпуска. Рука помощи протянутая для всех. В Севастополе открылся реабилитационный центр для наркозависимых. История движения еврейских отказников в СССР. Члены Кнесета посмотрели документальный фильм Аркадия Когана. Праздник, который всегда. Кириат Ям отметил 70-летие Израиля. Ученые Тель-Авивского университета совершили прорыв в диагностике раковых заболеваний. Они разработали датчик, который заставляет светиться пораженные клетки. Вещество, которое вводят в организм, позволяет определить границы опухоли прямо во время операции. Таким образом, хирурги смогут эффективнее обнаруживать и удалять злокачественные новообразования без повреждения здоровых тканей. Проведенные испытания на мышах показали рост 120-дневной выживаемости до 80%. И в продолжении темы медицинских инноваций. Израильские военные совместно с медиками разработали браслет для диагностики состояния здоровья солдат Сахала. Он будет передавать информацию о пульсе, частоте дыхания, уровне кислорода в крови и давлении военнослужащих на штабной компьютер. Разработка позволит удаленно следить за состоянием раненых солдат и за качеством оказанной им медпомощи в полевых условиях. В Севастополе, в поселке Андреевка, открылся Центр помощи зависимым от алкоголя и наркотиков. Он стал первым стационаром в рамках антинаркотической программы ФИОР. Одновременно в Центре реабилитацию могут проходить до 35 человек. Высококвалифицированные специалисты в области психологии готовы помочь каждому, кто оказался в трудной ситуации, вне зависимости от национальности и вероисповедания. В Кириат-Яме состоялся концерт, посвященный 70-летней годовщине независимости государства Израиль. Помощь в его организации оказала Международная ассоциация «Израиль-Азербайджан-Азиз», так как именно в эти дни по ее приглашению в Израиль находился известный азербайджанский композитор Эльчин Иманов вместе с популярными певцами из Баку. 70 лет государству Израиль, 100 лет республике Азербайджан. Такие разные, но в чем-то одинаковые страны. Они связаны не только многолетней дружбой. Между двумя странами налажено политические, экономические и культурные отношения. Первое действительно серьезное крупное мероприятие, которое сделал Азиз, был в дни культуры горских евреев в Израиле. При поддержке фонда «Стмеги» Горские евреи самого создания Израиля, они присутствуют в Израиле. Еще и до того, как Израиль был создан. Я хочу сказать, что пребывание в Израиле не всегда было легким. И когда я 27 лет назад приехал в Израиль, горские евреи жили хорошо, но не очень благополучно. Но мы за 27-28 лет взяли большой, прыжет вперед. В Израиле проживает около 80 тысяч евреев, выходцев из Азербайджана. А в Азербайджане 15 тысяч евреев. Сильна связь в искусстве. Сегодня на одной сцене лучшие голоса Израиля и Азербайджана. Я от души поздравляю и народ Израиля, народ Азербайджана. Желаю всем мира, добра. Очень тепло нас встретили на земле обетованной. Очень прекрасная аура, очень прекрасные природы, прекрасные люди. Я желаю, чтобы всегда в Израиле были такие знаменательные дни. Публика очень хорошо, очень добро встречает. И это все-таки очень душевная публика. И дай Бог, каждый год или чаще мы будем видеться на этих радостных событиях. Подхватили эстафету праздника и будущие артисты. Зажигательная лезгинка и бальные танцы. Своей неиссякаемой энергией они зарядили зрителей и зарядились сами. Гости из Азербайджана даже не захотели уезжать из гостеприимного Израиля. От рабства к свободе. В Кнесите состоялась премьера документального фильма Аркадия Когана о борьбе советских евреев за право возвращения на историческую родину. Все подробности в репортаже из Израиля. От рабства к свободе. История движения еврейских отказников в СССР через призму биографии Натана Шаранского и его супруги Авиталь. Шаранский в прошлом советский политзаключенный. Символ узников Сиона. Его дух не сломали железные методы КГБ. Какая сила позволила ему дожить до освобождения, до сих пор остается загадкой. Наши поколения были участниками чуда, сравнимого только разве что с выходами из Египта. Мы несколько тысяч человек евреев благодаря Израилю почувствовали себя свободными людьми в Советском Союзе. Начали борьбу. Сотни тысяч евреев во всем мире их поддержали. И в результате Советского Союза нет. И два миллиона евреев вышли на свободу. Жизнь в отказе была невыносимой. Людей ставили в нечеловеческие условия. Изгоняли из общества целыми семьями, оставляя без документов и средств существованию. Тысячи людей стремились любой ценой попасть в Израиль. Создание такого фильма, безусловно, необходимо для тех людей, которые через это прошли. Безусловно, необходимо для нас, которые знают эти истории, или, по крайней мере, знают их большей частью. Но еще более это необходимо для молодежи, для детей, для подрастающего поколения, которые, может быть, их не слышали вообще. Режиссер-документалист Аркадий Коган работал над фильмом два года. Найти ответы на многие вопросы ему помогали бывшие сотрудники КГБ, советник президента Картера Стюарт Айзенштадт, Равин Эли Садан и бывший посол Израиля в ООН Бениамин Атаньяху. Эта история очень мощная, и она рассказана участниками и очень эмоционально. Поэтому хотелось сохранить не только информацию, но сохранить эмоции. Для этого нужно некоторое пространство. Премьеру посетили представители власти и общественных организаций, депутаты КНЕСЭТа и юные репатрианты, участники программы «Наале». В ноябре фильм «От рабства к свободе» покажут по девятому каналу израильского телевидения. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова